Россия – это не только мегаполисы, как Петербург и Москва. Многие люди не задумываются, каково это жить в маленьких городках, поселках или деревнях. В сегодняшнем выпуске я отправлюсь в самое что ни на есть глубинку России, в гости к человеку, который живет в очень маленькой деревне, где из жилых домов осталось буквально пару штук. Добираться туда я буду на латвийском поезде, покажу, что он из себя представляет, побываю в шоке от вагона ресторана и расскажу, что предлагают купить продавцы прямо в поезде. Это новая серия проекта под названием «Моими глазами». Присаживайтесь поудобнее, мы отправляемся в новое путешествие. Ну что, друзья, наше с вами приключение начинается. Я еду в купе-вагоне совершенно один. Заранее скажу, что я выяснил, что здесь есть вагон-ресторан, поэтому позже мы туда сходим. А сейчас ловите обзорный поезд. Поехали. Ну, ощущение от этого поезда, от этого вагона, что я как будто бы дома. Такие, знаете, коричневые занавески, все такое, такого теплого цвета. Здесь есть какая-то коробочка, которую мы с вами чуть-чуть попозже вскроем. Здесь я ничего не понимаю, что написано, что-то позже откроем. Водичка, как и в любом поезде. И вот, собственно, меню, как я понял, здешнего ресторана. Туда мы с вами попозже сходим. Ну, какие-то журналы, как всегда, тут какая-то лабудень, какие-то духи. В общем, что по внутренностям. Ну, значит, тут также есть какая-то штука, а там постельное белье. Верхние полки, вот они. Еду я один, поэтому они в сложенном состоянии. Вот, вагончик сам по себе такой, знаете, какой-то прям старенький. Но в то же время он не, знаете, прям незамученный вагон. Потому что такое ощущение, что я еду, знаете, на каком-то там советском поезде. Но времен императорских такие ручки, посмотрите, прям. Прямо. Прямо все такое массивное, прям мощное. Это, видимо, чтобы забираться на второй этаж. Такие вот полочки тоже для верхних пассажиров. Опять же, радио. Навески такие, прям домашние, красный ковер. Двери такие деревянные. Ну, знаете, все как будто вот прям вагон 50-х годов такой примерно. Очень классно. Розетка, кстати, я не знаю, есть ли розетка у меня в номере. Честно, такой вот вид из окна. Поля. Россия. Идем с вами. Да, по Руси. Первое, что хочу сказать, запах тут на самом деле приятный. Пахнет просто, знаете, освежителем воздуха, таким ненавязчивым. В общем, абсолютно нормально. Значит, здесь у нас, как я понял, литовцы очень любят вот такие вот краны в поездах. Потому что во втором литовском поезде именно кран вот с такой штукой. Прикольная. Тоже мыло, тоже есть. Все в порядке. Штучка для всяких нужд. Полочка. Туалет. Нормальный, чистый туалет. Виды из окна нету. Вот. Это их любимая тема. Кто смотрел мой прошлый выпуск, знает, что это, скорее всего, и есть этот освежитель. Ну, вот тут нормальный, абсолютно туалет, туалетная бумага есть. То есть, абсолютно нормальный туалет. Флешка? Да, это флешка. Флешка РЖД. Классно, сколько стоит такая флешка? Так, флешка 800. Флешка 800, да? А я лучше флешку возьму. Что, вот такая вот флешка на самом деле очень красивая. Прямо вот это РЖД, дорога, романтика. В общем, купил я ее специально для того, чтобы разыграть среди вас. Подписывайтесь на мой инстаграм. Мало того, что в инстаграме вы узнаете, куда я еду в следующий раз, так и есть возможность выиграть вот эту флешку. Переходите, там будет у меня под последним постом. Напишите любой комментарий, я рандомно выберу победителя. Шатает нормально. Спасибо. Угу. Кстати, вот такой вот чай дают здесь Хелли. Кстати, по-моему, хороший чай. Кружечка вот такая вот тоже. Она имеет такую форму, если видите, вот удобную, чтобы из нее пить. Класс. Я хочу поделиться с вами впечатлениями. Посмотрите, какой крутой сахар. Прямо вообще красота. Написано Рига, монумент какой-то. Прямо сувенирная продукция. Можно смело брать и кому-нибудь из поездки подарить. И что меня еще удивило, это суперкрасивая ложка. Посмотрите. Прямо как будто какая-то старинная ложка. Вообще красота. Ну что, друзья, отправляюсь в вагон ресторана. И пока шел здесь вот, увидел такую прикольную штуку вообще. Маленький стульчик. Типа устал, посиди. Класс. Ох ты, е-мое. Стремно, блин, херня. Так вот вот с вами проберемся через весь поезд. Пробираемся сквозь. Здрасте. Вот тут уже не так атмосферненько. То есть уже тут ковер попроще. Каждый вагон, это как какой-то, знаете, маленький новый город. Пахнет едой. Здрасте. Дайте что-нибудь поесть. Пахнет просто офигенно. Реально. Вот только зашел в дверь, пахнет... Я сразу понял, что я именно здесь. Я уже в вагон в 10 иду. И выглядит, и пахнет все супер. А есть менюшка какая-то почитать? Да, да, вот возьмите, пожалуйста. Ага, спасибо. Чуваки, я как будто в другой вселенной. Первый раз в жизни еду в вагоне, ресторане. Холодные блюда. Слушайте, Макс Бранд, кидаю тебе вызов, короче. Поехали со мной как-нибудь в путешествие, и сделаешь обзоры на еду. Обзоры на местный буфет. А вы там драники жарили, да? Да, были... Драники с поджаркой, где просто с гарниром можно сделать свинину. Что самое вкусное здесь, на ваше усмотрение? Вы как повар, вы как... Я взял по свинину вам так же и драники со сметаной. Супер. Ну что, ребят, как вам такое Илон Маск? Драники с отбивной. Эх, приятного всем аппетита, кто сейчас захлебывается слюной. Приятная неожиданность, очень вкусная. Я вообще первый раз ем в вагоне, ресторане. И первый раз вообще еду, вот, в таком буфете, да. Сколько я должен вам денег? 806 рублей. Я поел, уже походил по всему поезду, уже снял все, что можно снять. И сейчас я хочу вам показать, какую челаут-зону я сделал у себя в купе. Ребят, я ложусь спать, увидимся завтра. Спокойной ночи. Всем привет, меня зовут Сергей. 29 лет. Родился в той деревне, где мы сегодня были. Потом школа, поселки, армия, ну и работа. Детство прошло, как у всех, в принципе, у ребят. Бегали, играли. Не было никаких забот. До 15 лет воспитывался в полной, так сказать, семье. С 15 лет с опекуном. То есть родителей не стало. Вот. Ну, благодаря опекуну много чего помог сделать в жизни. Вот. Из-за чего я благодарен ему. Ну, он мне дал нормальное образование, так сказать. Посодействовал в этом. Ну, он помог, так сказать, выбиться в люди. Покупка первой машины тоже благодаря ему. Первая машина АК была. Много чего с ней связано. С помощью этой машины первый познакомился с будущей женой. До сих пор бывает, и вспоминаем. Супругу зовут Юля. Ребенка Злата. Все нормально. Скоро первый класс пойдет в этом году. Ну, а мы работаем, зарабатываем, подрабатываем, так сказать. Что мы делаем, расскажи. Ну, что мы едем в деревню. Ага. А что будем делать там? Поедем, поработаем что-нибудь. Посмотрим, что завтра делать. Угу. Так. Собираемся. Там мы с собой. Как часто ты колешь дрова? В принципе, каждый день дрова-то всегда нужны. Без дров никак в деревне. За сколько по времени ты вот эти вот... Всю эту кучу сколол? Вот эту? Да. А часа четыре где-то? И не спеша. В обычном режиме. Вот вчерашняя работа. Газон, дров. То есть, как обычно, это нормально. Отвожу домой. Во второй дом. И перекалываем. Вот. А сколько их хватит, чтобы топить печь, баню? По времени, да? Ну, на полгода хватит. Смотря как топить. Если две печки, три. Ну, около этого. Здорово. Здорово. Почему? О, привет. Привет. В хозяйстве без быка никак. Я обратил внимание, что тут очень много техники, которая вообще стоит уже без дела, полуразрушенная. Почему? Техника на запчасти. То есть, какие-то запчасти нужны. Железо. Кусок там всего. Подошел, взял, снял. То есть, и все. А почему не починить и не пользоваться? Да, как бы, есть на чем все это. Ездить, возить, работать. Это вот рабочая машина. На ней в лес ездим. Не только. Все нормально. Все работает. Все, что надо. С какого года эта машина примерно? Годов 80-й где-то. Сборная такая штука. Какая штука. Продолжение следует... Продолжение следует... Не передать вам словами, еще такая весенняя атмосфера, это что-то... Сколько стоит машина дров? Самая минимальная цена, вот если... Ну, самая минимальная, это 4 тысячи. Вот, вот эта куча. Здесь я занимаюсь заготовкой дров на зиму, соответственно. Ну и любая работа, кому какая, кого-то отвезти куда-то, что-то кому-то сделать, прибить, отпилить. Любая. В деревне это без этого не обойтись никак. Ну вот, хочу показать фотографии, которые есть. То есть я фотографироваться не люблю, но что осталось? Вот это первый класс. Идринская школа. Это мне где-то лет 12, это я в деревне, в родной. Это возле школы, после уроков. Вот это я возле дома. Вот фотография есть. Что-то там велосипед был сломан. Что-то какой-то мелкий ремонт был. Вот, ну с техникой мы дружим нормально, в принципе. Любой мужик с этим делом дружит. Ну а сейчас поедем в деревню, где я родился, вырос. Деревня вымирающая, два дома жилых осталось. Дороги тоже, подъезд плохой, дорог нету. Посмотрим, пообщаемся с местными жителями, кто остался. Дороги тоже, подъездные жителями, кто остался. Дороги тоже, подъездные жители. Дороги тоже, подъездные жители. Какая-то красивая. Красивая-то была. И что делать? А что? В принципе распилить можно. Вот так немного крашу здесь. Ну, давай. Дома все разваливаются. По правой стороне, да и по левой тоже. Все везде разваливается. Когда были маленькие, все это стояло. Все в нормальном состоянии. Косилось. Ухаживали за полями, за дорогами. Ну а сейчас... Какие у тебя воспоминания про эту деревню? Ты положительные или, может быть... Конечно, положительные. В детстве-то всегда положительные были. Забот не было. Было все хорошо. Цель какая была в детстве? Выучиться хорошо. Ну дальше мы не проедем, это точно. Думаешь? Да. Ну вот, бывший дом, так сказать, родительский. Дороги нету. Здесь двор был, баня стоит. Тоже развалилась. Дрова лежали. Все косилось, все хорошо. Яблоки были. А сейчас, наверное, ничего этого уже нету. Посмотрим. Так, одно слово, да, замок? Ну да. Сколько ты лет не был внутри? Ну, лет пять. Где-то лет пять я не был. Испытываешь какие-то трепетные ощущения или как бы все равно? Ну, испытываем, конечно. Все-таки все, с детства все прошло здесь. Сейчас посмотрим, что здесь. И потолок обвалился. О, кто-то выбил. Ветер гуляет. Ну и бардак вот этот весь. Что-то там искали. Скорее всего здесь. Да. Когда-то жили здесь, все было хорошо. Уютно. Нравилось всем. Два часа. Сами видите, что здесь происходит. Разруха полная. Картинки остались, детские, да. Никто не оторвал ничего. Еще сохранились. Ты собирал их, да? Да. Примерно сколько лет назад это было? Ну, это где-то лет, если шесть мне было, где-то лет двадцать один, двадцать два года назад. Двадцать два года назад ты собирал эти пазлы, да? Вот еще остались. Приклеивали. У тебя нет желания это, например, сейчас забрать или там... Ну, в общем, что-то с этим сделать, типа, блин, жалко как-то. Или пускай оно все тут как было, так и есть. Ну да, пускай все здесь и останется. Уйдет, так сказать, вместе с домом. Куда я сейчас повезу их? Конечно. Твоя? Ну да, видимо, но, наверное... Наклейка старая. Ну да, старые жвачки. Детский пистолетик. А вот эта одежда висит, это с тех времен еще? Да, это с тех времен так и осталось. Это твоя или батино? Нет, это батино, скорее всего. Да, это батино. Сколько она, получается, на вешалке уже вот так висит? Ну, больше 20 лет. Больше 20 лет? Да, больше. Домик еще на дереве остался, делали в детстве. Еще сохранился, не развалился. Залезали, играли. Ну, вот это мой дом. Там жили соседи, с которыми в детстве играли, бегали по хорошей дороге по этой, не которая сейчас, так сказать. Ну, а дальше жили там уже бабушки, дедушки, пенсионеры. Ну, там все заброшено, да? Да, 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 уже. Все заброшено там. Ребят, у меня на лайв-канале выйдет видео, ссылочка уже находится в описании. Мы сейчас пройдемся по этим домам, посмотрим, что там внутри осталось. Обязательно переходите, если вам интересно посмотреть, что с этими домами, на мой лайв-канал, ссылочка еще раз повторяюсь в описании. У тебя есть какая-то там, такая мечта, которую ты бы очень хотел, чтобы не было? Купить как раз со временем новую машину, чтобы не вкладывать старую. И то есть, такой нормальный семейный автомобиль, так сказать, уместительный, чтобы без проблем было куда-то съездить. Не думал, заведется она там, не заведется сегодня. Ну, обычная советская классика, моя машина рабочая, так сказать, 95-го года. Как супруга, кстати. Отличный вариант. Дверь, вот так двери закрываются в жигулях. Вот, все закрыл. А если не так сильно закрывать, как она будет? Ну, то есть, надо регулировать замок, все это дело. Это на скорость не влияет, так сказать. Совсем не гнилая, пока еще днище не отваливается, все хорошо. Фары светят, печка греет. Амортизаторы работают. Руль стоит маленький. Удобный, нормальный. Магнитола нету, но она и не нужна. В принципе, рабочий вариант машины. Музыку никогда слушать. Люк открывается, все хорошо. Все хорошо. Ну, бензин ест, в принципе, как и все, литров 7,5-8 на сотку. То есть, меня это вполне устраивает. Какой пробег вот так, прямо реально, ты думаешь на этой машине? Ну, после этих годов, наверное, ну, к полумиллиону уже, я думаю, есть. Музыка 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 Свободного времени не очень много. Музыка Но все-таки оно есть. Ну, соответственно, это баня. Это без бани никак. У нас сельская местность, поэтому веники заготавливают все. Никто не покупает. Садись. Тихонько, мне проводят. Да, познакомься. Здрасте. Как тебя зовут? Меня зовут Влада. Сколько тебе лет? Мне лет 6. Где учишься? В садике. В школу когда? 2-го дня рождения. Ну, 2-го октября день рождения. В школу-то в этом году, в сентябре пойдешь. Ну да. Вот. Как в садике у тебя дела? Хорошо. Понятно. Ну, так как я родился в деревне, я, конечно, останусь в деревне. Хоть здесь и с работы туго, и все остальное. Чистый воздух, ягоды, грибы. Все родственники живут здесь. В городе суета, движение, метро. Все куда-то бегут, 6 утра в 5 встают на работу. То есть, тут все проще. Печку стопил, попалился, так сказать. И все. На свежем воздухе все хорошо. Огород же свой тоже. Надо что-то посадил. Кто-то специально огородами занимается. То есть, большими объемами что-то выращивают. На продажу. Магазины. На рынке. То есть, и на этом зарабатывает. Ну, сейчас зайдем к местному жителю. Поздороваемся. Давно не видел его. Очень давно. Как он тут живет? И вообще, чем занимается? Пес. Привет, Парбос. Как зовут? Не знаю, просто Пес. Нету никого дома, что ли? Дверь открыта. О! Здорово здесь, Реша. Да, здорово. Приехали дом посмотреть. Ну и что, а? Вот так сделать как что. Ты там все доски снял уже, нет? Все почти. Остальные, остальные сняли. Кто остался? А? Что остались, остальные сняли. А это, блядь, вон, дачники эти, блядь. Ни Юрка, ни я нихуя не трогают. Мы с Юрой как запьем, блядь, нахуй. Блядь, звоню Вовке. Вовка, нахуй. Приезжать не надо, денег нету, нахуй. А люди приезжают там. Понятно. Лита вчера приходит, блядь. Давай выпьем. Сам заказ, садись нахуй. А вот, Ритка предлагает, у нее бутылка, и не с кем ей выпить. Рита. Пойдем, Сергей, к тебе, у тебя выпьем. Я говорю, иди ты нахуй. Я не пью, блядь, уже неделю, нахуй я сейчас пить буду. Понятно. Ничего нового, значит. Фотографируйте что-то. Фотографируем, снимаем. Постарел. Да, старый стал. У меня уже мелко пойдет первый класс в этом году. Время идет вообще, конечно. А пенсия есть уже или еще нету пенсии? Да, ну нахуй. Мне еще добавили, блядь, полтора года. 4 апреля, 60 будет. Была старая ферма. Вот в каком она состоянии сейчас. То есть, одни стены от нее остались. То есть, тут были коровы, да, которых доили? Да, да, да. Соответственно, вот остались транспортеры ходил, звездочка. Все это действовало 20 лет назад. 25. Ох, это... Ты расскажи, что это за пирог такой? Пирог с капустой. Класс, ну все, давай режь, ты как глава семейства. Ух ты, он сам крутится? Давай, давай сама. Он сам крутится? Мне Сережа рассказал, что ты очень любишь готовить. Люблю. И у тебя это очень хорошо получается. Моя слабость, да. Идеально получается. Мама умница! Нигде не училась. Самоучка. Познакомила родственник. Нас. Долго общались по телефону, потом встретились. С первого взгляда влюбилась. Вот. Ну, гуляли, общались. Долгое время. Дождалась с армией его. Ну, потом получилась дочка у нас. Я очень рада, что он у меня есть. Что у меня есть дочь. За это большое спасибо. За это большое спасибо. Все. Что такое? Какое самое любимое твое блюдо, которое готовил тебе, когда они начали? Пирожки. Пирожки с любой начинкой. Смотрите. Самый большой кусочек. Вот это да. Слушай, это реально что-то крутое. Спасибо. Просто обалденно. Пробую прямо. Запах офигенный. Выглядит офигенно. Вкус. С косичкой. Предполагаю, что... Это с косичкой. Офигенно. Очень крутое тесто. Капуста. Очень классно. Реально супер. Ты большая молодец. Хи-хи-хи-хи. Тофельное тесто. Угу. Ну ты, если хочешь, можешь в двух словах рассказать рецепт зрителям. Нет, это мой секрет. Вот это да. Это правильно. Это мой секрет. У каждой хозяйки есть свой секрет. Согласен. Ну, через многое прошли с ним, конечно. Вот. И воду, и медные трубы. Ну, наверное, это... Но мы умеем друг друга прощать. Есть понимание. Особо главное, что он есть. Да. Главное, что есть любовь. Благодарен за то, что он старается для нас. Он безотказный. Хороший. Для дочери он и для меня последний отдаст. Я за ним, как за каменной стеной. Я выбрал замечательного мужа. И желаю всем такого же. Так, ну что, я хочу сказать, что... Спасибо вам, что встретили меня сегодня. Показали мне свою жизнь. Рассказали себе. Было очень и вкусно, и полезно, и интересно. Реально, сегодня один из, наверное, лучших дней вообще. За 2020 год. Вот. Очень круто. И реально классно. Я в восторге от вашей истории. От вас. Ну вот, и... Хотел бы от себя тоже внести некий вклад, наверное, в вашу семью, туда-сюда. В общем, хочу вам чуть-чуть подбросить денжат серое. Тебе, как в голове семейство, держи. Зачем? Да, держи, держи, не надо. Держи, держи. Нет, какие деньги, ты что? Смотри, это от зрителей, которые будут смотреть от нас всех на какую-нибудь ерунду. Там, ну, ребенку на какие-то... Папа, пока! От всех, от всех нас, от канала, от моего. Вот, поэтому... Спасибо большое. Тебе спасибо, что приехал. Да, я была очень рада, чтобы познакомиться. Взаимно, очень взаимно, ребята. Ну вот. Можете передать также привет подписчикам, которые вас посмотрят, и пожелать что-нибудь им. Может, тоже рад с вами познакомиться. Приезжайте всем в деревню, покупайте дачи и парьтесь в бане. Хе-хе-хе. Эта поездка одна из самых удивительных и запоминающихся для меня. Удивительно она тем, что, побывав в гостях у Сергея, я понял очень важную и ценную вещь. Люди, живущие в больших городах, совсем забыли, каково это быть счастливыми. У Сергея простенькая машина. Казалось бы, простенький дом, но это не мешает ему быть счастливым. У него есть любимая жена, любимая дочь, крыша над головой. И что самое главное, у него есть безумное желание жить. Меня зовут Александр Жучкин. Вы смотрели проект «Моими глазами». Будьте счастливы и любите своих близких. Я вас всех обнял. Пока, друзья. До новых встреч.